Эй, какие дела? Старый сыч, добрич, американский, в халате. Вот видите, сегодня вышел на улицу подышать свежим воздухом в парк. Березки на заднем плане, все как подобает. Хотел вам серьезных новостей дать, но это, думаю, ладно, и так этого хватает. Вот решился пройти тут по таким коротеньким, знаете, это, пять новостей. Сейчас мы пробежимся по ним, может, настроение вам поднимут. Значит, первая новость идет из Турции. Змея куснула никого-либо двухлетнего ребенка. И что, думаете, тут бы произошло? Он ребенка не сплоховал и в ответку, как уснул. А змея-то 20-инчевая, это где-то 20 умножить на 2,54, это получается 40, там 60 сантиметров. Ну, поправьте, в математике не силен. И за губу змея-то куснула ребенка от ребенка, на в ответку и убила змею. Понимаете, вот так вот и так вот надо поступать. Не то, что там это вот взял, как куснул и сразу насмерть не растерялся вообще. Следующая новость. Подросток, драгдилер или как там барыга, наркоман, торговец наркотиков, отправил случайным образом текстовое сообщение, или как там в России называется, смс, не кому-то, а окружному комиссару по штату Флорида. Ну, тот не растерялся, в ответочку отправил, ну, заказ, ну, заказ отправил, ну, все, скрутили облаву, повязали мальца. Вот так вот. Следующая новость идет с этих для любителей путешествовать. Значит, блогерша, которая освещает вот эти все путешествия там, пожаловалась на авиакомпанию Air Canada и сказала, что эта компания подняла на новый уровень, уровень дискомфорта, извините за тавтологию. И, короче, она, ну, она вегетарианка, судя по новости, заказала себе вегетарианскую пищу. И ей принесли, знаете, что, бутылку воды и салфетку, но салфетка, видимо, она десертная, нормальная, я что считаю, так вот вегетарианцев надо кормить. Говорит, что заказала, сделала заказ днями ранее до Рейсона специализированное меню. И вот 10-ти часовой полет ее из Торонто во Франкфурт. Как-то знаете это? Не в комфорте прошел. Четвертое, кто там у меня цепями гринит. Следующая новость идет, короче, от женщины из Флориды с самыми длинными волосами. Что-то новости какие-то. Читаю нью-йоркскую прессу о новости то с Турции, то с Флориды, то с Канады. Что такое? Ну так вот, женщина эта 13 лет установила рекорд 13 лет назад. И сейчас ее волосы уже составляют 110 футов. Это знаете сколько? Это 33 метра примерно, по моим подсчетам. Ну, баскетбольное кольцо 10 футов. Это 3,05 по-русски. Вот. А 110, ну, умножайте, примерно там 33 с чем-то, с центами или с копейками. Вот Аша Мандала, которая сейчас 60 лет, вошла в книгу рекордов Гиннеса в 2009 году за самые длинные волосы 19,5 футов на тот момент. Ну, это почти 6 метров. Вот. И носит сейчас их, знаете как? Вот знаете, когда руку так вот это вот сломаешь и вот так вот носишь на повязочке, на косыночке, на такой, чтобы это зафиксировать. Вот так же она свои дреды носит. Ну, называется locks, они dreadlocks по-английски. Поэтому вот она дреды свои вот так таскает. Ну, и последняя на затравочку новость. Значит, извращенная пара была застукана на вершине чертова колеса в штате Огайо. Дэвид Дэвис и Хезер Джонстон, которым обоим по 32, якобы были замечены снизу проходимцами. В развлекательном парке Сидерпоинт в воскресенье. Ну, вот такие новости. Чего я вас грузить не стал? Решил вам это, знаете, так легонько, может быть, взбодрить. Давайте, не забывайте сыча старого. Проведайте, навещайте там все дела там. Внизу комбинации, знаете, как крутить. Давайте.